Кладбище В лагере Аранки-74 Особенностью лагеря Аранки-74 было то, что кроме солдат здесь содержались также и офицеры. Таких лагерей в Советском Союзе было немного. Есть точные данные, что в лагере Аранки-74 находился даже фельдмаршал Фридрих Паулюс. Первые военнопленные, прибывшие в лагерь Аранки-74, были немцы, финны, венгры и румыны. Жители села Аранок первыми из грековчан увидели результат победного наступления наших войск, о котором другие слышали лишь по радио. Сначала пленных повели в баню и вдруг вместо того, чтобы воспрянуть духом, они все начали падать на колени и о чем-то умолять охрану. Оказывается, солдаты просили пощады, думая, что их отправят в газовую камеру. С этого эшелона и началась в Аранках лагерная жизнь. У местного населения не было хлеба и крестьяне голодали. А обитателям лагеря по норме ежедневно полагалось 400 граммов хлеба, так как вопросы их содержания были регламентированы Женевской конвенцией 1929 года. Согласно этой конвенции, иностранные военнопленные должны находиться вне зоны военных действий, бесплатно содержаться, обеспечиваться необходимым питанием, одеждой и медицинской помощью. В начале пленные умирали в огромных количествах, десятками и даже сотнями. Большинство прибывших было обморожено еще во время боев под Сталинградом. В Аранский лагерь они попали еле живые с гангреной. В лагерной больнице медики проводили многочисленные операции по ампутированию конечностей. Лагерное начальство разрешало пленным врачам попытаться спасти других военнопленных. Общий режим в лагере был щадящим. Это не те германские концлагеря, где человеческие жизни прерывались всеми возможными способами. Многие аранские сторожилы вспоминают, что большинство сельчан на пленных зла не держали. Чем больше их находилось здесь, в этом лагере, тем меньше оставалось солдат на войне. Так, по крайней мере, им казалось. Немцы, заключенные в монастырье, оказались в основном высокопоставленными военными чинами. Здесь находился почти в полном составе штаб командующего 6-й армии вермахта фельдмаршала Фридриха фон Паулюса. На короткое время в Аранке был привезен даже сам Паулюс, но в дальнейшем его этапировали в другой лагере для военнопленных в город Красногорск под Москвой. Заключенные офицеры в лагере не работали, а занимались лишь благоустройством территории. Посыпали желтым песочком дорожки, строили беседки, высаживали цветы на клумбы. Основным занятием рядовых военнопленных была заготовка леса, но иногда они помогали колхозникам убирать урожай. Аранки-74 для военнопленных просуществовал до 1949 года. Вот такой интересный мемориал нам и предстоит сегодня посетить. Итак, отправляемся. Отъехали от Аранского монастыря примерно 3 километра, и вот такая вот девственно красивая природа здесь присутствует. Тишина, аж уши закладывает. Смотрите, какая красота. Вот такая дорога ведет на кладбище. Посмотрите, я не рискнул поехать, потому что вон там вообще сырость. И чтобы не завязнуть, дальше мы идем пешком. Красота, русская природа. Вот по такой лесной дороге и лежит путь на кладбище немецких военнопленных. Согласитесь, по такой дороге приятно прогуляться, особенно в хорошую погоду. Вдалеке мы слышим звук колоколен Аранского монастыря. Шумит лес. А мы продолжаем путь на кладбище немецких военнопленных. И посмотрите, на машине здесь точно не проехать. Вот такой бурепалом на дороге. Вы только посмотрите на это. Вот такими рядами лежат деревья. И никакого шанса здесь проехать на автомобиле нет. Какой зловещий здесь лес. И лишь только звон колоколов дает о себе знать. Итак, прогулявшись какое-то время по живописной лесной дороге, мы наконец достигли этого кладбища. Вдалеке у нас работает сельскохозяйственная техника, убирает урожай. Ну а вот здесь, на лесной опушке, и расположено то самое кладбище военнопленных. Вот как оно выглядит. Вот такие вот камни по бокам. Здесь тишина, спокойствие. Птицы поют редкие. И вот смотрите, вот такие вот рвы здесь по бокам. И с этой стороны тоже ров. Не знаю, специально ли вырвали, или просто это рельеф местности. Останется загадкой. И вот такие вот, смотрите, стены из натурального камня. В центре кладбища у нас расположен вот такой вот мемориальный камень. Сейчас подойдем поближе и прочитаем, что на нем написано. Вот такой камень и надпись. Скончавшимся в России итальянцам. Вот такие вот безымянные здесь могилы. Справа от большого камня у нас находится вот такой вот мемориальный памятник. С надписью в память о румынских военнопленных, умерших в России. 2009 год. Установлено в 2009 году. Территория кладбища не особо большая. Порядка 250, может быть, 300 квадратных метров. И идем к следующему памятнику. Вот такой вот необычный камень. А это, похоже, мемориальная плита финнам, скончавшимся в России. И вот так это все выглядит. Идем дальше. Здесь совсем все прошло травой. И видим три креста. Три безымянных креста. Да, железные кресты. И на них нет никакой надписи. Возможно, здесь покоятся немецкие военнопленные. Три креста. На окраине кладбища мы видим довольно-таки большой крест, который достигает высоту трех метров. Подойдем к нему, посмотрим. Здесь покоятся военнопленные, жертвы Второй мировой войны. И вот такой вот железный крест. И, судя по всему, здесь также покоятся немецкие военнопленные. Вот такой крест. Слева от Большого Камня у нас также находятся три железных креста. Судя по всему, тоже немецкие солдаты здесь сохранены. Очень печально все это видеть. Грустная картина. Вот так вот кладбище заросло. И слева от центрального памятника у нас находится очередная мемориальная плита. Здесь покоятся венгерские военнопленные, жертвы Второй мировой войны. И что примечательно, все могилы военнопленных безымянные. И лишь только у венгерских военнопленных присутствуют имена, фамилии. И мы видим дату рождения и дату смерти. Дата смерти у многих 43-й год стоит. 1943 год. И присутствует еще одна мемориальная плита, где также указаны у нас фамилии, имена и дата рождения и дата смерти. Дата смерти у всех здесь 43-й год. Вот такой памятник венгерским жертвам Второй мировой войны. И последний памятник у нас здесь. Здесь это памятник польским военнопленным, погибшим в России. Вот такой вот скромный крест стоит. Братская могила всем полякам, которые погибли здесь на Аранской земле. Еще раз окинем взглядом кладбище. Кладбище это расположено вблизь Аранского монастыря, который находится в Богородском районе Нижегородской области. Изредка сюда приезжают почтить память потомки тех людей, которые здесь погибли. ПОДПИШИСЬ! 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 КОНЕЦ! Редактор субтитров А.Семкин Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео было довольно познавательным, интересным. И до новых видео. Пока-пока.